Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и в этом ролике мы обсудим наверное самые глобальные изменения в игре World of Tanks за все время существования этого проекта. Конечно же речь идет про тотальную перебалансировку, переделку класса артиллерии. Мне кажется то, что ни ввод с Т и ПТ 10 уровня или даже легких танков 10 уровня, ни что-либо другое не поменяет так сильно эту игру. И конечно же ребята это вызвало целую бурю эмоций у игроков, как положительных так и отрицательных. У нас и небольшие-то какие-то изменения в игре и то никогда не получают какой-то одинаковой оценки у всех игроков. Кому-то нравится, кому-то нет. А когда речь идет про изменение геймплея в целом, на целом классе техники, естественно ребята тут всегда найдутся сторонники решения этого допринятого и так и противники. Уже многие мои коллеги высказались по этому поводу. Кто-то яростно поддерживал и даже немного глумился над артоводами. Кто-то наоборот негодовал, мол зачем разработчики так поступили с людьми и с этим классом техники. Кто-то пытался сразу усидеть на двух стульях, то есть находил как положительные, скажем так, моменты, так и отрицательные. И естественно каждый из этих людей, еще раз говорю, имеет на это право. Потому что отношение к классу артиллерии у каждого свое. Вы прекрасно знаете то, что я класс артиллерии не люблю. Я считаю то, что в текущей реализации он мало хорошего этой игре приносит. И я был всегда за изменения этого класса. Но вот сказать то, что я на 100% поддерживаю именно решения разработчиков, то есть все изменения как они сделали, я не могу. Потому что, как мне кажется, они временами немного перегнули палку. То есть да, все всегда ребята просили, чтобы артиллерия не наносила такой большой урон с одного выстрела. Просто потому, что это раздражает, когда тебе прилетает очень много урона за буквально вот мгновение. Ну знаете, просто как бы желание играть в этом бою уже пропадает. Даже не так сильно бесит, когда по тебе там, допустим, три раза скинутся по 400, чем как один раз на 1200. Потому что если по тебе скинулись три раза по 400, это говорит о том, что ты три раза, скорее всего, допустил какую-то ошибку. Ну, накосячил и получил. Когда тебе прилетело на 1200 или даже больше, ты совершил одну ошибку и за это так сильно поплатился. Поэтому большинство людей и всегда говорило о том, что нужно урон у арты порезать. Я был одним из этих людей, я по-прежнему так считаю. Разработчики, чтобы как-то это скомпенсировать, они там улучшили комфорт стрельбы. Да, то есть там разные техники по-разному. Но суть в том, что стрельб будет покомфортнее. Да, порезали пробитие, порезали урон. При этом увеличили сплэш и добавили эффект оглушения, который крайне спорный. Как по мне, он, ну, знаете, такое вот шило на мыло. То есть он тоже такое, ну, говно, ребят. Чего уж говорить. Оглушение просто, ну, типа, меньше из двух зол. Конечно же, это оглушение будет так же всех бесить. Ну, не так же, может быть, поменьше. Найдутся люди, которые будут матом ругаться там из этого и как бы хейтить арту. Это понятное дело. Ведь суть, как бы, вот этого хейта, как я говорил, даже не только в том, что там много урона. А в том, что это все безнаказанно делается, да. То есть через всю карту ты никак не можешь противодействовать нормально на некоторых картах. И из-за этого у многих горит. Поэтому все равно вот это вот оглушение, как многие говорили, да, и я поддерживаю, оно все равно будет раздражать. Вопрос в том, будет оно раздражать больше, чем дамаг или меньше. Мне кажется, что все-таки меньше. Правда, тут, конечно же, следует сразу же вспомнить о том, что у нас теперь расходники будут многоразовые. И у нас голдовые расходники теперь будут иметь очень большую разницу, да, по отношению к обычным. Если раньше я всю жизнь, ребята, играл с обычной ремкой, с обычной аптечкой и, как правило, голдовым и душителем, либо доп. пайком, то теперь я понимаю то, что есть смысл ставить голдовую аптечку и голдовую ремку. Потому что там мало того, что кулдаун в полтора раза быстрее, так еще и все сразу лечит. А учитывая вот эти постоянные штрафы, это будет очень, ребята, важно. И, как мне кажется, хоть разработчики и говорили то, что они не ставили перед собой цели, вот, да, сделать, чтобы люди больше тратили серебра вот на эти расходники. Но, мне кажется, такой эффект получится. То есть, уж не знаю, ну, может, они действительно не ставили такой цели, но факт в том, что так будет, скорее всего. Это печально. Потому что придется больше фармить, будет сложнее зарабатывать кредиты. В общем, ну, это хреново. Ну, может быть, они со временем это поправят, увеличат немножко доходность боев. Я не знаю, что-то, может быть, сделают, но пока вот так. Это, как бы, такое спорное решение. Очень многие боялись то, что всякая легкая техника, то есть, это ЛТ, всякие картонные СТ будут страдать, потому что вот эти вот станы, да, они мешают. Естественно, ребята, это тоже будет проявляться. Но сейчас легкая техника, она получает ваншот, как правило, или сразу минус там 80-70% ХП. Даже от сплэша там половина ХП улетает, а то и больше. Поэтому я не думаю, что это будет бесить сильнее, чем сейчас. Но, конечно, определенный раздражающий момент будет. Единственный класс техники, который вот однозначно выиграет, да, от этого, это, конечно же, классические тяжелые танки. То есть, это машины такие, как ИС-7, ИС-100, там, Маусы, вся вот эта вот тяжелая братья, японцы там, ну и так далее. То есть, машины, которые вот именно играют от брони, они, безусловно, от всех вот этих вот изменений в следующем патче, они выиграют. В остальном тут спорно. Кто-то, может быть, тоже выиграет чуть больше, кто-то чуть меньше. Но, как по мне, все-таки данные изменения, они лучше, чем есть то, что сейчас, понимаете. То есть, тоже не вызывает у меня энтузиазма. Я не могу сказать то, что мне нравится это. Но это лучше, чем то, что есть сейчас. Как бы тут дело такое, что артиллерия станет таким, действительно, классом поддержки. Она будет влиять на бой, наверное, еще сильнее, чем сейчас. Но при этом она не будет, скажем так, вызывать такие разовые горения, да, что вот попали и все, и ты нажал Таль-ТФ4. И, как бы, возможно, теперь грамотный артовод, если он действительно умеет играть, он даже больше сможет сделать для победы команды, чем раньше бы смог сделать. Не знаю, все-таки арта настолько рандомный класс, да, что даже правильно, беря упреждение и имея хороший скилл игры на арте, все равно ты будешь постоянно мазать периодически, да, и от тебя это никак не зависит. Как бы, ну, я вообще не люблю рандом, вы знаете, поэтому, как бы, мне это не очень нравится. Так что тут такое, ребята, я не могу сказать, что я в восторге от решения разработчиков и то, что я их поддерживаю единогласно. Но, с другой стороны, то, что есть сейчас, это, по-моему, еще хуже. К сожалению, ребята, да, разработчики почему-то на этом не ограничились. Они зачем-то еще и убрали возможность артиллерии играть во взводе. Я прекрасно понимаю то, что играть во взводе, ну, как бы, из трех арт или из двух арт, это действительно, ну, как по мне, перебор. Потому что три артиллерии во взводе, если они кого-то начинают фокусить, у них же связь-то есть, это все, это сразу можно альты в четыре выходить из игры. Потому что если на тяж или даже на ст-шку агрятся три арты топовые, это, ну, тебе просто жить не дадут, тебя все равно убьют рано или поздно. Потому что каждый, там, 10-15 секунд по тебе прилетает сплэш. Даже если ты будешь как-то уворачиваться, тебе надо либо весь бой стоять за камнем, там, либо за холмом, либо, ну, все равно ты и сдохнешь рано или поздно. Но вот я категорически не понимаю, почему разработчики, а вроде именно так они написали такую формулировку, они убрали возможность вообще во взводе играть арте. Потому что вот лично меня не раздражает взвода, там, например, два тяжа и арта, там, или ЛТ-шка и арта, почему не дать возможность играть артиллерии во взводе просто с другими классами техники? То есть, чтобы во взводе не могло быть больше одной арты. Я поначалу так и подумал, что так и будет, но почитав вот, да, все эти, ну, как его, записи разработчиков, понял, что они вроде как вообще этому классу техники запретили играть во взводе. И вот это мне вообще непонятно, если честно. То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, снизит популярность этого класса, потому что многие любят играть с друзьями во взводе. Но, с другой стороны, я понимаю то, что это странное решение, которое, по большому счету, вообще ни на что, ну, никакой пользы от него нет. То есть, в чем плох взвод из одной арты, еще раз говорю, и двух СТ-шек, например. То есть, в чем проблема вообще? Как бы, какое-то преимущество они получают? Да нет. Поэтому это, еще раз говорю, это очень странно, я это не понимаю. Мне кажется, вот это вот, это конкретно неуважение к артоводам, к той части аудитории, которая играет на арте. Да, не вот эти все перебалансировки, а вот именно вот этот факт, это как какой-то вот плевок в лицо. Я бы на месте артоводов обиделся, наверное, на это. Ну, действительно, некрасиво как-то получилось. То есть, их лишает возможности просто командной игры, и это печально. Ну, еще раз говорю, тут я ничего, я бы не был против, если бы им оставили возможность играть с другими классами техники. Да, там, играешь с друзьями, один взял арту, двое взяли там что-нибудь другое, там, ЛТ-шки, тяжи, ПТ-шки, чего угодно. Также сейчас очень многие говорят то, что будут ПТ имбовать, и будут теперь ныть все из-за ПТ. Понимаете, ребята, мы ведь ноем не из-за того, что там какой-то именно класс техники присутствует, понимаете, а любой класс техники, который очень сильно дает тебе по лицу за раз, он бесит. Поэтому ПТ-шки, конечно, тоже раздражают. И ФВ-183, и Як-Панзер Е100, и вторая-то британская Бабаха, и раньше Ваффентрагер Е100 со своим барабаном. Они раздражали тебя тем, что, совершив маленькую ошибку, буквально там, немножко подставившись один раз, ты сразу либо в ангар уходил, либо, да, расплачивался там 60-70-80% здоровья. И неважно, кто это, понимаете, тебе вот такой вот ущерб принес, артиллерии или нет. Конечно, ПТ-шкам проще противостоять, потому что, ну, по крайней мере, к ним надо в прямой прострел выехать, да, они не могут навесом стрелять, но все равно. То есть, и понятное дело, если, например, теперь в каждой команде будет по 5 ФВ-183 и по 5 Як-Панзеров, это будет бесить, и мы будем вайнить, и вы все будете писать, что вот вододелам опять все не нравится, понимаете? Любые вот такие вот перекосцы в балансе, они, естественно, не будут нам нравиться. Дело не в том, что вот раньше у нас был объект хейта, это арта, теперь стал ПТ. Дело в том, что, говорю, когда появляется в игре что-то такое, что очень сильно мешает остальным играть, это людям не нравится, и как бы многие говорят то, что вот артиллерия контрила ПТ-шки. Она никогда не контрила ПТ-шки, ребята, вы вообще в какую игру играете? Вы хоть раз видели, что артиллерия вот целенаправленно контрила ПТ-шки? Она стреляет по тому, кто в простреле, да, по кому попасть проще. Ну, грамотный артовод, он выбирает там цель поопаснее, может быть, как-то, да. Обычно среднестатистический артовод, он просто стреляет в того, кого видно, вот и все. Никто там специально на арте ПТ-шки не контрит. И то, что ПТ в командах может стать больше, это причина не в том, что, ой, типа арта стала не та, и ПТ-шки развились, а в том, что многие артоводы могут просто на ПТ-шки пересесть. Вот это действительно может случиться, и в этом проблема, ну, как бы именно людей, мне кажется. Что касается ПТ, то такая проблема в игре тоже есть, она есть давно, и я всегда говорил то, что если в команде больше, там, 5, 6, 7, 8, там, 10 ПТ, это всегда задница, это всегда стоялова, потому что ПТ это класс, который, ну, класс обороны в основном. Если у тебя полкоманды, а то и больше, это танки обороны, то, ну, естественно, будет стоялова, ребят. Ну, как без этого, если этот класс, он наиболее эффективен именно в дефе, никто не поедет рашить, там, на борще, понимаете, ты его не заставишь это делать. И, как бы, тут, опять-таки, дело не в том, что ПТ-шки, типа, бесят всех, потому что вот они такие, говно такое, потому что их дохера, на ПТ надо тоже давно уже было вводить ограничения, да, на 5 штук на команду, потому что, еще раз говорю, если их больше, то это проблема. Если у одной команды в топе одни ПТ-шки, то она будет стоять, скорее всего, потому что, ну, ПТ в раше, это жалкое зрелище, за исключением, там, нескольких машин, понимаете, то есть их просто перестреляют. Вот и все, поэтому давайте не будем пока раньше времени, как говорится, сеять панику, посмотрим, к чему придут эти изменения. Мне кажется, то, что оно устаканится со временем. То есть, понятно, что многие будут ванить, я в этом ролике постарался максимально нейтральную позицию удержать, то есть, вы видите, что я не оскорблял никого и не издевался над дартоводами, тем более, наоборот, даже в чем-то им посочувствовал. Да, и я всегда за игру в целом, чтобы игра была просто хорошая, понимаете, то есть, да, я не люблю арту, да, я не люблю, там, допустим, ПТ с большой альфой, да, я много чего не люблю в этой игре, я не люблю рандом, который есть в этой игре, я не люблю многие карты, но я всегда хочу, чтобы игра стала лучше, чтобы эти проблемы, они уходили. Если эти проблемы хоть как-то пытаются решить, я стараюсь всегда найти в этом что-то положительное и радуюсь этим изменениям. Надеюсь, что и вы тоже. Давайте посмотрим, чем все это обернется, да, как все получится у разработчиков. Вам всем спасибо за внимание, всем до скорого и всем пока.